Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках за индексом доллара, который обновляет локальные максимумы. Текущие котировки 103.43. Помимо того, что мы уже примерно представляем, какое решение будет принято регуляторам на ближайших заседаниях и придерживаемся точки зрения, что в текущих условиях лучше уже сохранить и занять выжидательную позицию, мы должны все же внимательнее относиться и к стороннему фундаментальному фону, который развивается в США. В частности, тема потенциального банковского кризиса. Я думаю, что вы в каком-то формате, в какой-то мере следите за новостями и знаете то, что некоторое время назад рейтинговые агентства США активизировались в плане снижения рейтингов второсортных банков. И это было уже тогда проблемой, потому что заставило нас вспомнить вот эти краховые события, кризисные события американского банковского сектора марта, когда банк за банком лишались, по сути, лицензии, поскольку объявляли свои неплатежеспособности. Некоторое время назад выступал Нил Кашкари, представитель американского регулятора, так вот он тоже сделал большой акцент на развитие американского банковского сектора. И, по его мнению, кризис еще не закончился. И после того, как буквально накануне ФИЧ сообщил о том, что они рассматривают возможность дополнительного снижения рейтинга ряда американских банков, в этот раз, сделав акцент на то, что понижение рейтинга может распространиться не только на банки за пределами топ-50, но и на крупнейшие банки, один из них это JP Morgan, я действительно немного испугался за стабильность американской банковской системы, потому что в конечном счете снова вспоминаются события далекого 2008 года, когда полномасштабный финансово-экономический кризис начался как раз с банковского сектора. И, наверное, скептика во мне говорит о том, что какие-то форс-мажорные события, связанные с американскими банками, они могут еще развиться в ближайшее время, в перспективе ближайшего года. Поэтому я советую вам осмотрительнее быть в отношении того же самого американского фондового рынка, который, скорее всего, будет бенефициаром самым главным вот этих негативных явлений и может оказаться просто аутсайдером. Речь идет об индексах S&P, NASDAQ и Dow Jones. Многие прогнозируют то, что эти индексы потеряют от 20 до 40%. Я пока не берусь судить, конечно же, о масштабе подобного снижения, но все-таки риск сохраняется. Касательно американского доллара. Сейчас трейдерам, точнее тем, кто хотят зашортить доллар, не хватает дополнительной подсказки. Возможно, даже самое важное от руководства американского регулятора, что будет с ключевой процентной ставкой. И эта подсказка, как я уже ранее отмечал, должна быть дана Федрезервам на симпозиуме в Джексон-Поле. Поэтому нам нужно ждать конца следующей недели. Но в текущих условиях я не просто так сделал акцент на банковский сектор. Я хочу, с другой стороны, подсветить вам, что банки-то продолжают сталкиваться с проблемами из-за высоких процентных ставок. Если американский регулятор будет дальше тащить ставку вверх, то эти проблемы станут еще более явными. Очень рассчитываю на благоразумие Федрезерова и на то, что американский регулятор решит в текущих условиях оставить ставку на том уровне, на котором она находится. Это 5,5%. Кстати говоря, по данным инструментов AdWords Tool, вероятность повышения ставки в сентябре сейчас около 13%. Думаю, что до конца года мы будем наблюдать за ставкой 5,5% как предельный и пиковый. А в 2024 году уже перейдем к обсуждению ее потенциального снижения. Золото. Текущие котировки 1892. В соответствии с нашими ожиданиями золото продолжает валиться. Причем сегодня, даже учитывая, что мы уже ниже уровня, который ранее был поддержкой 1900 долларов за тройскую унцию, сегодня я снова подсвечиваю вам сантименты, указывающие на то, что 90% трейдеров сейчас в покупках. Я, честно говоря, по золоту не видел такого очень давно. Доходности американских облигаций растут уже почти 4,3%. Очень интересно будет дождаться пятничный отчет от комиссии по торговле товарными фьючерсами, потому что что-то подсказывает мне. Крупные трейдеры, институционалы продолжили сокращать спекулятивные позиции, ланги в рамках этой недели, учитывая, что золото продолжает валиться. И текущая тенденция указывает на то, что золото еще не достигло своего дна. Где оно может находиться? Я предлагаю двигать наши ожидания еще на долларов 20-30 вниз, и там уже следующий уровень мощной поддержки 1850 долларов за тройскую унцию. Кстати, что думаете вы о перспективах золота? Считаете ли вы, что потенциал снижения сохраняется? Или вы тоже уверены, как и большинство, которое сейчас в покупках, что вот-вот произойдет разворот? Британская валюта 1,2710. Фунт сопротивляется, нужно отдать должное. Несмотря на рост американского доллара и обвал рисковых инструментов, покупатели держатся, потому что они заряжены статистикой. В частности, данные по инфляции, которые вышли накануне. Основной инфляческий цен снизился с 7,9 до 6,8. А базовая инфляция, друзья, вот очень странное явление. Казалось, даже выше 6,9%. Я помню, когда давно изучал экономическую теорию, кто-то мне давал ясно понять, что если возникает такая ситуация, когда базовая инфляция превышает основной индекс потребительских цен, это значит то, что основной индекс потребительских цен это рисованная статистика. В отношении британской экономики я в этом практически не сомневаюсь, учитывая, как плохо там все обстоят и как хочет Банк Англии все же как-то отличиться в связи с проделанной работой перед правительством и отчитаться о том, что какой-то прогресс все-таки есть. Но в любом случае, ориентируясь на базовый показатель инфляции, 6,9% это очень много, поэтому ждем в сентябре 15-й раз подряд повышение процентной ставки. В этот раз рассчитываю, что ее поднимут на 50 байсных пунктов с 5,25 до 5,75. Доллар японская, иена 146,40. Хорошо, что мы не стали шортить в районе 145. Ждем пока, друзья. Думаю, что будет поближе к планке 150 и там уже будем действовать. Хочу обратить ваше внимание на пару новозеландцев против доллара текущей котировки 0,5907. Есть потенциал снижения до уровня 0,58. Резервный банк Новой Зеландии сохранил процентную ставку на прежнем уровне 5,5%, но во время сворочных заявлений ясно дал понять, что текущая ставка соответствует ограничительному уровню и достаточно для того, чтобы индекс потребительских цен постепенно стабилизировался без дополнительного вмешательства со стороны регулятора. Да, были также отмечены понижательные риски, связанные с Китаем, но трейдеры пришли к выводу, что резервный банк Новой Зеландии уже не будет менять ключевую процентную ставку. Вот таких вот заявлений хочется услышать от Федрезерва, потому что они будут однозначными и они точно помогут нам определиться с тем, как действовать по доллару. И рынок нефти 83,47. Снижаемся, друзья. Думаю, что очень скоро будем рассматривать повторный перезаход в покупке. Пока что рынок в шоке от китайской статистики, слабых данных. Простая логика, с ней ухудшаются показатели. Соответственно, чем хуже показатели деловой активности, тем ниже показатели импорта. Чем ниже импорт, тем меньше нефти вынуждены или приходится добывать странным экспортерам. Я думаю, что на этой неделе ситуация вряд ли изменится, поэтому до конца пятницы мы можем увидеть новые локальные минимумы по нефтянке. Сегодня на повестке экономического календаря только лишь отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в 12.30 по GMT. Не уверен, что этот релиз станет каким-то значительным триггером для движения доллара. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!